друзья привет всем меня зовут михаил юдин я рад вас снова видеть у себя на сайте myq1.net сегодня мы с вами поговорим о том как можно оптимизировать сцену cinema 4d на основе вот такого примера очень хороший пример level of detail тест здесь человек создал такую абстрактную сцену и накидал огромное количество как видите моделей и оптимизировал их в зависимости от того как близко они располагаются камере и если посмотреть на эту сцену то вы увидите что красным цветом располагается модели высокого разрешения а зеленым соответственно низкого разрешения и чем дальше они находятся от камеры тем мы естественно их хуже видно для наблюдателей соответственно их в сцену можно помещать с более низкой детализацией и за счет этого экономится количество полигонов и соответственно размер памяти которая затрачивается на загрузку и рендеринг и данной сцены и я решил воспроизвести собственно тот же самый эффект и у меня получилось два способа о которых мы собственно и поговорим в данном уроке и так друзья давайте начнем в первую очередь с мографа рассмотрим каким образом мы можем повторить тот же самый эффект используя инструменты cinema 4d мограф и так мы возьмем сферу и применим к ней дисплей тег включим у него use level of detail и изменяя этот параметр от 0 до 100 процентов мы можем соответственно менять детализацию параметрической какой-то фигуры это может быть либо какой-то из примитивов который находится в этой группе либо это может быть какой-то из нарпс объектов но недостаток главный недостаток дисплей тега он не работает после применения после преобразования данного объекта в обычную сетку и после этого если вы посмотрите здесь это не работает но в первую очередь давайте сейчас посмотрим работу именно с применением дисплей тега когда у нас случае в случае когда у нас задействован какой-то примитив например сфера сейчас вот мы эту сферу берем мы ее преобразуем сделаем для нее инстанс и саму сферу мы спрячем на определенный слой назовем его просто height на нем располагается объекты которых не видно в редакторе которых не видно в рендеринге и которых не видно в менеджере объектов теперь эту сферу мы здесь назовем например 25 процентов а эту мы назовем сто процентов применим к обеим не композитинг применим дисплей и в начале у 25 мы выставляем соответственно 25 здесь выставляем уровень допустим 100 дальше теперь мы добавляем клонер обе этих сферы помещаем клонам и настроим его количество клонов 1 здесь 0 и самая важная вещь клоунс выбираем здесь blend теперь мы можем перетекать так сказать из одного состояния из 25 до 100 процентов используя какой-нибудь эффектор например plane эффектор у него также здесь полностью уберем в параметрах все и оставим только модифай клон и смотрите меняем модифай клон и мы как бы меняем внешний вид нашего вот этого клонера то есть теперь он не клонер у нас будет он же у нас всего один клон производит но этот клон как бы состоит из смеси свойств двух клонов 25 процентов и 100 процентов и таким образом мы можем с помощью изменением параметра модифай клон перетекать из одного состояния в другое ну и соответственно теперь мы этот клон помещаем в могров клонер уже в настоящий клонер который будет заниматься у нас клонированием непосредственно grid array режим здесь по 25 в разные стороны чуть это двинемся теперь мы этот plane можем поместить под камеру координаты обнуляем в режиме fall off выставляем например пусть это будет линейный и теперь это уже изменение может может производиться с помощью перемещения непосредственно самого эффектора control z заходим в настройки здесь выставим 100 fall off выставляем здесь теперь сфера размер сферы мы можем сделать чтобы он у нас зависел от фокусного расстояния камер фокусный focus distance то есть мы правой кнопкой мыши cinema 4d text выбираем так экспресса создадим простейшие экспрессы выражения зависимости размера фокусное расстояние размера fall off то есть выставляем сюда plane и закидываем сюда size и соединяем теперь изменяя у камеры фокусное расстояние мы соответственно влияем на изменение размеры этой сферы но нам полностью сфера вокруг камеры не нужно нам нужна вот эта сфера только впереди ее то есть мы можем умеет изменить с помощью параметра slice 180 но она смотрит куда-то наверх выставляем здесь линейно плюс x потом снова возвращаемся в сферу и теперь смотрите что у нас получается ничего поворачивать не нужно дальше ну а теперь собственно мы заходим в камеру поднимаемся и смотрите теперь все объекты которые находятся на определенном расстоянии к нашей камере они соответственно получают высокую детализацию сто процентов а то что-то двигается от нее дальше соответственно получает минимальную детализацию 25 процентов и чтобы регулировать это расстояние нам достаточно просто поменять у камеры с помощью вот этого контролера фокусное расстояние и мы можем теперь с помощью ослабления мы можем менять детализацию чтобы было более лучше видно например сто процентов это пусть будет красный и 25 процентов это будет синяя то есть граница несмотря на то что перетекание происходит более плавно но у нас всего два клона и это работает теперь вот таким образом ну и соответственно у двух рендер инстансов мы выставляем здесь галочку и смотрите у нас сразу же ничего не работает и проект собственно project information если мы уберем project information полигонов становится гораздо больше то есть в режиме render instance данный способ не работает как быть в таком случае то есть чтобы оптимизировать проект по-настоящему я предлагаю сделать следующее давайте вытащим из нашего слоя оригинальную сферу и мы теперь обойдемся без тегов дисплей обойдемся мы таким образом мы создадим четыре копии первая копия 4 копии создадим 1 у нас будет иметь детализацию дальше теперь мы для них для всех создаем инстансы инстанс 15 инстанс и 25 соответственно инстанс оригинальные сферы клавиши преобразуем в полигональное состояние вот эти два клона удаляем и на их место соответственно помещаем сначала 8 10 15 и 25 ну и соответственно можем теперь материалы low половина сюда зеленый и соответственно высокое разрешение это у нас будет красный ну и слой соответственно мы прячем чтобы не было видно нигде и теперь мы получаем вот смотрите мы выбираем все наши вот эти клоны в атрибутах выставляем render instance соответственно здесь во вьюпорте ничего не меняется принцип работает также но в этот раз происходит детализация происходит будет гораздо более грубо фулов если мы допустим сделаем уменьшим то есть всего будет четыре состояния переход будет не такой плавный но тем не менее принцип как бы работать будет и при этом также objects project information проект будет занимать всего 42 килобайта если мы будем отменим здесь render instances и соответственно он уже будет гораздо больше уже занимать 26 мегабайт уже будет занимать включаем и все работает теперь также подходим близко соответственно ближе к камере видим высокого разрешения клоны дальше от него мы видим уже клоны низкого разрешения то есть восьмерка вот так это работает с применением клонера итак друзья следующей части видео урока мы теперь поговорим как собрать тот же самый принцип уже без использования модуля могров а используя только экспресса и так нам понадобится что нам понадобится примерно то же самое сейчас мы уберем вот это тоже уберем и расклонируем просто одну сферу один instance таким образом и создадим просто у нас будет скажем вот такой момент уберем здесь просто расклонированные инстанции нам нужно между ними соответственно тот же самый принцип и нам не нужно тот же самый принцип и собрать воспроизвести но уже с условием что мы будем работать только с экспресса и так у нас вот здесь я собрал здесь просто инстанции с определенной сферы также у нас с предыдущего примера остались вот эти четыре варианта они нам понадобятся также и давайте создадим новый 0 объект назовем его по-английски control и добавим туда экспресса тег здесь нам понадобится во первых камера во вторых у нас здесь правой кнопкой мыши new экспресса итератор будет иерархия потом new node motion graphics falloff нот следующий момент falloff матрица мы соединяем с матрицей с глобальной матрицей камеры объект иерархия нам понадобится здесь любой instance и соединяем его соответственно в поле объект sample position соединяем координаты глобальная позиция клона идем дальше value здесь будет выходить value от 0 до 1 его нужно преобразовать экспресса calculate range mapper этот диапазон который здесь будет нам нужно будет преобразовать input мы соединяем вот сюда от 0 до 1 на количество клонов в инстансе то есть у нас каким образом это будет действовать new экспресса general link list в link list мы должны поместить вот эти объекты 8 10 15 25 то есть мы должны отсюда получить индекс а потом нужный объект подсоединить в качестве скопируем в качестве референс объекта соединяем вот сюда объект у нас также идет сюда global позиция нам есть не нужно и у инстанса нам понадобится reference object порт так вот из link листа вот эти вот объекты будут нам назначать reference object соединяем вот сюда снова проверяем как у нас настроен range mapper то есть преобразуется диапазон от 0 до 1 value здесь всегда выдает такой диапазон от 0 до 1 от 0 до 3 0 1 2 3 0 1 2 3 соответственно диапазон будет изменяться для назначения нового объекта в качестве reference объекта и давайте посмотрим что у нас получилось камера глобальная матрица двигаем камеру и в качестве иерархии мы забыли назначить наш объект сферы и давайте посмотрим что у нас получилось вот наша камера falloff теперь на теперь соответственно нужно настроить falloff теперь он у нас работает infinite то есть полностью если мы выпустим white будем параметры изменять смотрите он как работает также клоны меняются выставляем сто процентов выбираем здесь сфера то же самое нам нужно соединить параметр size с параметром фокусного расстояния от камеры object фокусное расстояние достаем нод нода вот этот и вытаскиваем его собственно параметр size фокусное расстояние назначаем здесь и смотрите так же это работает как и в предыдущем примере смографом давайте отменим поворот попробуем изменить слайс 180 то же самое провернем трюк назначим сначала линейный а потом сфера и теперь у нас сфера поворачивается в сторону куда смотрит камера и обратите внимание теперь у нас для каждого инстанса в зависимости от того где он располагается назначается объект который располагается здесь родительский референс объект если мы зайдем в камеру теперь у нас работает принцип абсолютно так же как и в предыдущем примере выбираем камера атрибуты фокусное расстояние и указываем дальность и все настройки пол of соответственно мы можем здесь настраивать также каждая сфера каждый инстанс имеет галочку render instances и за счет этого project information у нас проект максимально оптимизируется и по сути в сцене находится только четыре полигональных объекта вместо большого количества которые размещены на местах инстансов и фактически проект у нас в памяти занимает всего 37 килобайт но при этом мы получили достаточно хорошую оптимизацию в одном из моих последних видео курсах посвященных cinema 4d экспресса есть как раз такое же подобное занятие по созданию умной камеры которая позволяет видеть только те объекты влиять на них когда они находятся непосредственно в поле зрения камеры и эффект довольно интересный урок получился на две части называется он у меня смарт камера часть первая часть вторая содержит массу полезной информации и в итоге вы создаете такую так называемую fall of камеру которая видит объекты в зависимости от ее поля зрения от соответственно того отсутствует камеры вы можете менять угол камеры и в зависимости от этого если мы зайдем в нее вы всегда видите объекты с определенными свойствами в данном случае это свойство меняется этот цвет но соответственно с помощью экспресса вы можете оптимизировать как вам угодно можете менять форму объектов вы можете менять детализацию и так далее еще интересный проект например создание вот такой вот сферы которая с помощью молний разрядов молний так сказать взаимодействовать с другими окружающими объектами тоже довольно интересный урок и возможно он вам понадобится и вас заинтересует поэтому друзья заходите почаще на мой сайт macuddy.net здесь вы всегда найдете у меня как бесплатные уроки плагины видеокурсы и много много интересных вещей специально подготовленных мною для cinema 4d друзья всем спасибо за внимание всем пока спасибо за внимание